Ещё в начале года во дворе жилого дома стояла разрушенная подпорная стена. Однако не только внешний вид беспокоил жильцов. Парковка автомобилей и пешеходная зона были просто небезопасны. В плохом состоянии была и лестница. У нас очень маленький был проезд. Он не соответствовал всем нормам. Должно, например, быть 6 метров от дома. И нас этого не было. У нас было только 4. То есть даже пожарная машина здесь бы никак не могла проехать. А у нас дом с деревянными потолками, с деревянными стенами. Поэтому если что-то вспыхнуло бы, горело бы тут. Проезда бы не было бы и заезда. Скоро на месте этой разрушенной подпорной стены построят новую из монолитного бетона. Помимо этого отремонтируют и лестницу. Уже во второй половине лета жильцы 22-го дома на Партизанском проспекте смогут спокойно ставить автомобили у подъезда, безопасно передвигаться по лестнице и радоваться ухоженной и чисто придомовой территории. 22 января по итогам электронного аукциона администрация города определила подрядчика работ. Редакция 8-го канала приехала уже в мае, чтобы проследить ход ремонта, а также пообщаться с руководителем подрядной организации и представителем управления городской среды. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, про эту подпорную стену. Что сейчас проводится? Ремонт на каком этапе? Проводится. Странитель ремонтажной работы по возведению подпорной стены. Данная подпорная стена монолитная. Процент выполнения работ порядка 50%. Продолжается выемка грунта, разработка. И параллельно ведутся работы по отливке бетонных конструкций. Залили вот секции плиты, получается, подпорной стенки. Получается, реставрировали существующую уже стену. То есть, залили ее бетоном, соответственно, с рисунком, с декоративным. Сейчас вот занимаемся выборкой грунта. После заливки стены займемся обустройством ливневой канализации, ну, стоков ливневых, и, соответственно, благоустройство данного двора. Контракт с администрацией у нас подписан до 15 июля сроки выполнения. Ну, соответственно, мы стремимся к тому, чтобы выполнить это раньше. Сталкиваемся с определенными сложностями. Здесь есть стесненные условия работы и большие перепады высот. То есть, ну, потихоньку идем к цели. В этом году помимо подпорной стены на Партизанском проспекте 22, починят и сооружения на Светландской 131. Много ли у нас в городе, помимо Партизанского проспекта и Светландской подпорных стен? И если да, то когда их будет ремонтировать? И вообще, как устанавливается очередность ремонта таких сооружений? Ну, как я уже сказал выше ранее, очередность определяется по исполнительным листам решения судов, обращениям, инициативных обращениям избирателей. Вот. И так как в перечне неудовлетворительном, в перечне стен, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, находится порядка 400 стен. И, соответственно, в рамках бюджета невозможно сделать все там за один раз. И поэтому, ну, приходится формировать список по тем или иным признакам. И, ну, план формируется, и делаем ремонт. Мы и собирали подписи, и делали фотографии, и ходили по судам. Очень долгий период времени. Нам все время отказывали. Мы опять шли. Все было, процесс был очень долгий, но, слава богу, он завершился. Но что же делать тем домам, во дворе которых до сих пор стоит разрушенная стена? Ну, как вообще происходит процесс формирования списка ремонта подпорных стен? То есть, обращения поступают в формате либо через соцсети, либо на сайт администрации. Специалисты управления в обязательном порядке выезжают с визуальным осмотром. Далее, если неудовлетворительное состояние подпорных стен, она попадает в перечень. Далее, когда формируется план на будущие годы, учитываются такие моменты, как есть, получается, инициативные обращения избирателей, потом исполнительные листы по решениям судов. Ну, и также, естественно, рассматриваются обращения, то есть, те подпорные объекты благоустройства, которые, ну, на особом контроле. Даже когда заходит обращение от жителей, надо сначала понять, в чей зоне ответственности находится тот или иной объект. То есть, если подпорная стена находится в реестре муниципальной собственности, тогда это одно время, то есть, ну, обработки. А если оно, ну, условно ничье, то сначала определенные процедуры должно сделать управление муниципальной собственности. Это порядка двух-трех лет, прежде чем она попадет в реестр муниципального имущества. Если у вас во дворе неблагоустроенная придомовая зона, вы можете создать инициативную группу жильцов и подать заявки на различные программы и федеральные проекты по облагораживанию ваших дворовых территорий. Диана Иванова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.